Купили у него два шарика по копейке, моментально их съели и стали жалеть о том, что так задёшево продали галошу. На другой день Лёля мне говорит. Минька, сегодня я решила продать трепишнику ещё одну какую-нибудь галошу. Лёля, разве ты опять на что в кустах галош? Кустах больше ничего нет, но у нас в прихожей стоит, наверное, я так думаю, не менее 15 галош. Если мы одну продадим, нам от этого худа не будет. И с этими словами Лёля побежала на дачу, и вскоре появилась в саду с одной довольно хорошенькой и почти новенькой галошей. Если трепишник купил у нас за две копейки такой рвань, какой мы и продали в прошлый раз, то да, эту почти новенькую галошу, он, наверное, даст нам не менее рубля. Ображай, сколько мороженого можно купить на эти деньги. Что, опять продаётся галоша? Продаётся. Какая жалость, дети, что вы мне всё по одной галоши не продаёте. За эту галошу я вам дам пятачок. А если бы вы мне продали сразу две галоши, то получили бы 20, а то и 30 копеек. Поскольку две галоши сразу более нужны людям, и от этого подскакивают в цене. Нет, дети, вы меня просто огорчаете своей торговой. Одна галоша дамская, другая с мужской ноги. Просудите сами, да что мне такие галоши. Я хотел отдать за одну галошу пятачок, но сложив вместе две галоши, вижу, что этого не будет, поскольку дело ухудшилось от сложения. Итак, друзья, за эти две галоши вы могли бы получить 4 копейки. Но вместо этого получите только 3 копейки, поскольку одну копейку я вычитаю за то, что понапрасну трачу время на пустой разговор с детьми. Мы моментально побежали домой, так как мама позвала нас прощаться с мамиными гостями, с тётей Олей и дядей Колей, которые уже одевались в прихожей. Вдруг к тёте Оле сказала, что за странность, одна моя галоша тут под вешалкой, а второй почему-то нет. Я великолепно помню, что я пришла в двух галошах, а тут сейчас только одна, где вторая неизвестна. Дядя Коля, который тоже искал свои галоши, сказал, что за чепуха в решите, я отлично помню, что пришёл в двух галошах, тем не менее второй моей галоши нет. Услышав эти слова, Лёля от волнения разжала кулак, в котором у неё находились деньги, и три монетки по одной копейке со звоном упали на пол. Папа, который провожал гостей, спросил. Лёля, откуда у тебя деньги? Лёля начала что-то врать, но папа сказал. Что может быть хуже вранья? Мы продали трепишнику галоши, чтобы купить мороженое. Папа сказал, хуже вранья это то, что вы сделали. Услышав, что галоши продали трепишнику, тётя Оля побледнела и зашаталась. И дядя Коля тоже зашатался и рукой схватился за сердце. Но папа сказал, не волнуйтесь, тётя Оля и дядя Коля, я знаю, как нам надо поступить, чтобы вы не остались без галош. Я возьму все Лёлины и Минькины игрушки, продам их трепишнику, и на вырученные деньги мы приобретём вам новые калоши. Это ещё не всё. В течение двух лет я запрещаю Лёли и Миньки кушать мороженое. А спустя два года они могут его кушать, но всякий раз, кушая мороженое, пусть они вспоминают эту печальную историю. И пусть всякий раз думают, заслужили ли они это сладкое. В тот же день папа собрал все наши игрушки, позвал трепишника и продал ему всё, что мы имели. А на полученные деньги наш папа купил галоши тёте Оле и дяде Коле. И вот, дети, с тех пор прошло много лет. Первые два года мы действительно с Лёлей ни разу не ели мороженого. А потом стали его есть. И при этом всякий раз, кушая, невольно вспоминали то, что было с нами. И даже теперь, дети, когда я стал уже совсем взрослый и даже немножко старый, даже и теперь, иной раз, кушая мороженое, я ощущаю в горле какое-то сжатие и какую-то неловкость. И при этом всякий раз по детской своей привычке думаю, заслужил ли я это сладкое? Не соврал ли? И не надул ли кого-нибудь? Два года не есть мороженое. По-моему, это слишком суровое наказание. Мне лично Лёля и Минька очень нравятся. Такие дружные дети, они, наверное, никогда не ссорили. Ну, это не совсем так. Да и бывает ли на свете братья и сёстры, между которыми никогда не случается никаких недоразумений? А кроме того, не забывайте, Минька был младший. И он в детстве очень много болел. Главным образом свинкой и ангиной. А когда он заболевал, родители буквально засыпали его подарками. И Лёля говорила. Вот погоди, Минька, я тоже как-нибудь захвораю. Так наши родители тоже, небось, начнут накупать мне всего. Но как назло Лёля не хворала? И только раз, подставив стул к камину, она упала и разбила себе лоб. Она охала и стонала. Но вместо ожидаемых подарков, она от нашей мамы получила несколько шлепков. Потому что она подставила стул к камину, чтобы достать мамины часики. А это было строжайше запрещено. Однажды наши родители ушли в театр, и мы с Лёля остались в комнате. Мы начали играть на маленьком настольном бильярде. Вдруг во время игры Лёля Охнув сказала. Минька, я сейчас нечаянно проглотила бильярдный шарик. Я держала его во рту, а он через горло провалился во внутрь. А у нас для бильярда были хоть и маленькие, но удивительно тяжёлые металлические шарики. Я испугался, что Лёля проглотила такой тяжёлый шарик. И заплакал, потому что подумал, что у неё в животе будет взрыв. Но Лёля сказала. От этого взрыва не бывает. Но болезнь может продлиться целую вечность. Это не то, что твоя свинка или ангина, которая проходит в три дня. Лёля легла на диван и стала охать. Вскоре пришли наши родители. Я им рассказал, что случилось. Мои родители испугались до того, что побледнели. Они бросились к дивану, на котором лежала Лёлька. И стали её целовать и охать. И мама сквозь слёзы спросила Лёльку, что она чувствует в животе. И Лёля сказала. Я чувствую, что шарик катается у меня внутри. И от этого щекотно и хочется. Какао и апельсин. Папа надел пальто и сказал. Со всей осторожностью разденьте Лёлю и положите её в постель. А я тем временем сбегаю за врачом. Мама начала раздевать Лёлю. Но когда она сняла платье и передник из кармана передника, вдруг выпал бильярдный шарик и покатился под кровать. Папа, который ещё не ушёл, чрезвычайно нахмурился. Он подошёл к бильярдному столику и пересчитал оставшиеся шары. И их оказалось пятнадцать. А шестнадцатый шарик лежал под кроватью. Папа сказал. Лёля нас обманула. В её животе нет ни одного шарика. Они все здесь. Она хотела над нами подшутить. Но с нами шутки плохи. Целый год она от меня ничего не получит. И вот, представьте себе, дети, прошло с тех пор тридцать лет. И за все эти годы я ни разу не вспомнил об этом случае. И только недавно, когда я стал писать эти рассказы, то вспомнил всё, что было, и стал над этим думать. И мне показалось, что Лёля обманула родителей вовсе не для того, чтобы получить какие-нибудь подарки, которые она и без того имела. Она обманула их, видимо, для чего-то другого. И когда мне пришла в голову эта мысль, я сел в поезд и поехал в Симферополь. Где жила Лёля? А Лёля была, представьте себе, уже взрослая и даже немного старая женщина. И у ней было трое детей и муж санитарный доктор. Лёля, помнишь ли ты тот случай с бильярдным шариком? Зачем ты это сделала? И Лёля, у которой было трое детей, покраснела и сказала, когда ты был маленький, ты был славненький, как кукла. И тебя все любили. А я тогда выросла и была нескладной девочкой. Вот почему я тогда соврала, что проглотила бильярдный шарик. Я хотела, чтобы и меня так же, как тебя, все любили. И жалели, хотя бы как больную. Лёля, я для этого приехал в Симферополь. И тогда я её поцеловал и крепко обнял. И тогда я подарил её детям игрушки и мужу её, санитарному врачу, отдал свой портсигар, на котором золотыми буквами было написано «Будь счастлив». На следующий день я уехал из Симферополя, а дорогой думал, что надо любить и жалеть людей, хотя бы тех, которые хорошие. И надо иногда им дарить какие-нибудь подарки. И тогда у тех, кто дарит, и у тех, кто получает, становится прекрасно и радостно на душе. И вот я взвернула, гляжу на себя, Разве выглядел я так не всегда? Ну, немножко высоту я подрос, Ну, немножко стало меньше волос. Что там было позади, поглянись. Малышей себя узнать не ленись. И кому, что лет немало, прошумело пробежало, Улыбнись, улыбнись, улыбнись. Так же хочется шалить да играть, От себя нам никуда не удрать. Остаёмся мы детьми навсегда, Изменяются всего лишь года. Что там было позади, поглянись. Малышей себя узнать не ленись. И тому, что лет немало, прошумело пробежало, Улыбнись, улыбнись, улыбнись. Вот по лету я бегу по земле, Детство главная пара на земле. Улыбнись, улыбнись, улыбнись. Эти годы мы опять и опять Никогда не устаём вспоминать, Что там было позади, поглянись. Малышей себя узнать не ленись. И тому, что лет немало, прошумело пробежало, Улыбнись, улыбнись. В этом году, ребята, мне исполнилось 40 лет. Это значит, выходит, что 40 раз я видел новогоднюю ёлку. Это много. Я всегда с нетерпением ожидал этого весёлого праздника И даже в щёлочку двери подглядывал, Как моя мама украшает ёлку. Однажды Лёля мне говорит. Минька, мама ушла на кухню. Давай пойдём в ту комнату, где стоит ёлка, И поглядим, что там делается. И вот мы с сестрёнкой Лёлей входим в комнату и видим. Очень красивая ёлка. А под ёлкой лежат подарки. А на ёлке разноцветные бусы, флаги, фонарики, Золотые орехи, постилки и крымские яблочки. Не будем глядеть подарки, А вместо того, давай лучше съедим по одной постилке. Если ты, Лёля, съела постилку, То я сейчас тоже что-нибудь съем. И вот я подхожу к ёлке и откусываю маленький кусочек яблока. Минька, если ты яблоко откусил, То я сейчас другую постилку съем. И вдобавок возьму себе ещё эту конфету. А Лёля была такая высокая, долговязая девочка. Она могла высоко достать, она встала на цыпочки И своим большим ртом стала поедать вторую постилку. А я был удивительно маленького роста И почти ничего не мог достать, кроме одного яблока, Которое висело низко. Я сказал, если ты, Лёля, съела вторую постилку, То я ещё раз откушу это яблоко. Если ты, Минька, второй раз откусил яблоко, То я не буду больше церемониться. И сейчас съем третью постилку. И вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех. А я, Лёля, сейчас, как подставлю к ёлке...